О том, что Центробанка Минфин России взялись за банковские доп. услуги, сообщило интернет-издание «Коммерсант». Оказалось, что страхование потребительских займов – это целая проблема. Услугу буквально навязывают клиентам, и некоторые банки без страховки деньги вообще не выдают. А это уже нарушение прав потребителя и прав человека на свободу выбора услуг. Мы считаем целесообразным обязать кредитора предоставлять получателю услуги безоговорочное право отказаться от нее в полном объеме в течение 14 календарных дней после приобретения. Период охлаждения существует давно, но некоторые банки предпочитают о нем умалчивать, говорит эксперт в области экономики Елена Кулебякина. Хотя сумма страхования иногда получается достаточно большой. Например, на 200 тысяч кредитных рублей могут накинуть еще 50 тысяч рублей страховки. И получается, что человек вместо одной суммы, которая ему необходима, берет и выплачивает совсем другую. Такая схема относительно честного отъема денег у населения больше характерна для крупных федеральных банков. Региональные, как правило, оказываются более открытыми и менее жадными. Ну это как навязывание дополнительной услуги, потому что, в принципе, в некоторых кредитных организациях это обязательные условия выдачи кредита. Но похоже, что даже такой компромисс, как период охлаждения, для некоторых банков незакон. И они нашли способ, как уговорить клиента. Мы сделали несколько звонков в самые крупные финансовые учреждения страны. И там практически признались, лучше застрахуйте, иначе будет хуже. Есть добровольное страхование жизни и здоровья, специальные условия по кредиту. Ставка на 0,5% от расчетной уменьшится, если оформите. Там полностью система отренивает ваши, получается, доходы и платежеспособность вашу. Ну, честно скажу, по моему опыту, людям, которые страховку берут, им одобряют чаще. Такое есть. Есть и еще один нюанс. Можно не брать страховку, только тогда годовой процент на кредит увеличивается. И если банки видят в этом для себя только плюсы, то у их клиентов много вопросов. Главное из которых даже не к самим кредитным организациям, а к страховым компаниям, доверие к которым подорвано еще со времен скандалов ОСАГО. Людмила Кусерова, Константин Соколов. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова